Казалось, еще вчера этих совсем юных молодых людей встречались здесь, на площади церемониалов у Вечного Огня по случаю принятия военной присяги. Год-полтора года службы пролетели совсем быстро. Позади остались подъемы по тревоге, марш-броски с полной выкладкой, учения. Теперь они стоят на границе нового этапа своей жизни, в которой, несмотря ни на что, должны сохранить главные принципы, приобретенные за время службы. Быть преданными своему отечеству, своей семье, уметь помогать другим в трудных ситуациях и сохранять верность традициям, подаренным им службой в ВДВ. Я уверен, что вы получили тот багаж знаний, который вам пригодится в будущей жизни, которая у вас вся впереди еще. Я уверен, что каждый из вас найдет свое место в жизни, будет достойным гражданином нашей республики. Береты цвета неба и АКС в руках. Наверное, таким закрепился стандартный образ воина-десантника в нашем представлении. Однако, это не совсем так. За время службы, для кого-то это год, для кого-то полтора, многие из них кардинально поменяли свое мнение о том, что такое служба в армии, и особенно в воздушно-десантных войсках. Да, поначалу это было просто интересно и необычно. Однако, только со временем оценивается тот багаж знаний и опыта, который получает молодой человек, пройдя, как любят говорить от служившей, все тяготы и лишения воинской службы, которая вместе с испытаниями приносит настоящую мужскую дружбу, дарит уверенность в себе и желание справляться с трудностями, а не подчиняться им. Ощущения от службы остались только положительные. Получен был большой, как и жизненный опыт. Надеюсь, что в дальнейшем этот опыт, полученный за время прохождения воинской службы, пригодится. Я хотел попасть сюда, совершилась моя мечта, прыжок с парашюта осуществил. Я доволен. Я думаю, вернусь еще сюда. Вот так вот планирую. За добросовестную службу, а также за успехи в получении знаний лучшие военнослужащие были удостоены памятных подарков и благодарностей. Теперь им предстоит вернуться домой и вновь вливаться в жизнь, где нет подъема по команде и занятий на полигоне. Начнется новая страница, в которой будет место семейному быту, личному счастью и, конечно же, ежегодным встречам в назначенном месте. 2 августа в стенах 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луковкин, телекомпания БУК-ТВ.